Привет! Мы с вами сейчас находимся в районе Дорогомилова на западе Москвы, недалеко от станции метро Киевская, Киевского вокзала и железной дороги, которая отходит от Киевского вокзала, Киевского направления. Также рядом находится Москва-река и здесь от Кутузовского проспекта, который, конечно, несомненно, является центральной магистралью Дорогомиловского района, ну и вообще вот этой местности. Вот от Кутузовского проспекта, Большой Дорогомиловской улицы и площади Дорогомиловской, Дорогомиловская застава, которая как раз находится на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы и до Платовской и Студенческой улиц проходит небольшая улица Раевского, двухсторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Не дай его длина этой улицы составляет всего 200 метров и поэтому, по сути, это никакая не улица, а переулок. Ну, из уважения к человеку, в честь которого эту, так сказать, дорогу назвали, решили назвать фактически переулок улицы. Улица была названа в 1161 году в честь героя Отечественной войны 1812 года, командира 7-го пехотного корпуса, отличившегося прежде всего при обороне Смоленска и в Бородинской битве Николая Раевского. Жил он в 1771-1825 годах. Сам он родился в Петербурге и, в общем-то, в основном был связан именно с Петербургом, которая в то время была, в его годы, была столицей России. Ну и был в дружеских отношениях с Александром Пушкиным и с декабристами. С 1826 года был членом Государственного совета. Ну, москвичом, конечно, его назвать сложно, хотя, очевидно, в Москве он, конечно, был, потому что все-таки участвовал в Бородинской битве, ну и вообще, в принципе, рядом с Москвой бывал и в самой Москве, конечно, тоже. Ну, конкретно, вот, постоянно мне сложно сказать, чтобы он в Москве жил, поэтому, как я еще раз говорю, москвичом его назвать сложно. Ну, а почему назвали улицу именно здесь в честь Раевского? Ну, это вполне понятно, потому что это запад Москвы. И именно здесь, как раз, так сказать, проходило наступление войск Наполеона в 1812 году, как раз в районе Дорогомилова через эту дорогу Наполеон шел на Москву, собственно, тогда это еще был ближний подступок к Москве. Ну, и, собственно, отсюда, как раз, в общем, пришло уже и, соответственно, его изгнание из России, из московских пределов. Вот, и здесь многие улицы, переулки, названы в честь героев Отечественной войны 1812 года, и эта улица, она не является исключением. Все, что на ней есть, это один жилой дом, соответственно, в 10-этажный подром 3, 1558 года постройки, кирпичный дом, на первом этаже находится аптека, магазин, ателье, кафе, шантимель, а также другие организации. Ну, а на предположенной стороне, перед жилым домом, по другую сторону улицы, находится колледж при научно-производственном центре имени Хруничева, вот, задний подром 4, бывший ПТУ номер 4. Вот, соответственно, училище, которое готовит слесарь механо-сварочных работ по ремонту летательных аппаратов и монтажников радиоэлектронного оборудования, ну, в том числе кадры для центра космического имени Хруничева, который находится в Филях, тоже вот на западе Москвы, но, конечно, немножечко не здесь, значительно дальше, туда, вот, тоже на Филе, да. Вот, ну, все равно, здесь вот, очевидно, готовят кадры, тем больше, что там, как раз, в училище техникум космического приборостроения, он сейчас закрылся уже, довольно, несколько лет не работает, по крайней мере, как раз вот при центре Хруничева, поэтому, здесь готовят кадры для этого центра, ну, в том числе, и здесь. Вот, ну, как мы видим, все, больше все остальные объекты, которые здесь находятся, они относятся к соседним улицам, ну, и, в принципе, такая совсем маленькая улица, которая, чертогая, больше похожа на переулок. Ну, а добраться, то есть, сюда, лучше от метро Студенческая, пешком через Киевскую улицу, Докторовский переулок и Студенческую улицу, вот, ну, можно и от Киевской, но это немножко подальше, лучше от Студенческой, вообще, страссов по этой улице не проезжали, ну, и, как мы видим, достопримечательностей здесь тоже нету, а по Родинскому, конечно, почитать вполне хорошо и полезно. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.